всем привет эта рубрика просто поезда на канале блог жилья фотографа просто поезда когда лень монтировать серьезное видео а с вами игорь обросимов и сегодня у меня для вас невероятно крутое и очаровательное ярославское направление московской железной дороги она соединяет москву с ярославлем с воркутой с архангельском и с другими северными городами россии я нахожусь около платформы завета ильича примерно 40 километрах от москвы рядом с городом пушкина ну что же ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали а мы начинаем смотреть на паровозике поехали электричка д-4 эти поезда выпускались с 1996 по 2016 год в городе демехово подмосковье и построены их 500 штук это самое скучное что только можно придумать особенно учитывая окраску которая у всех у них корпоративная красно-серая нет более скучного подвижного состава на московской железной дороге чем эд-4 м давайте же полюбуемся на эту скукотищу а 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 следующий крутой поезд это электровоз ЭП-2К. Коломенский пассажирский электровоз постоянного тока шестиосный. Сейчас нужно быстро успеть перебежать на другую точку, чтобы снять БТС-овский 2Т116. Господи, сколько тут грязи. Нужно сделать нормальную фотку. Они ездят из Стенькина в Рязанской области сюда в Мытище с нефтяными составами. И сейчас я постараюсь успеть сделать для вас клевую фотку. А может быть даже записать видосик. КОНЕЦ Теперь, когда 2Т116, да еще и со старой мордой сфотографирован, я уезжаю отсюда с серьги в посад, чтобы не плодить кучу фоток с одной точки. И попытаюсь сфоткать для вас ЧС-7. Пассажирские электровозы производства завода Шкода. КОНЕЦ А это Семхоз. Самое красивое и самое доступное место на Ярославском направлении. Оно находится в 70 километрах от Москвы, около города Сергиев Посад. Здесь крутая кривая, очаровательные холмы и потрясающий подмосковный смешанный лес. Что может быть краше? А также 2 прикольные металлические опоры контактной сети. Редкость. За моей спиной вид в сторону Сергиева Посада. На север. Оттуда сейчас поедут 2 пассажирских поезда на Москву. Я не знаю с какими локомотивами, но очень надеюсь на ЧС-7. На легендарные шкодовские произведения искусства. Электроус ЧС-7-319 с поездом Москва-Чита. Этот поезд находится в пути 4 дня и 10 часов и проезжает расстояние 4741 километра. Естественно, ЧС-7 не тащит этот поезд до самой Читы. У поезда очень много смен локомотивов по маршруту. И ЧС-7 едет всего лишь до Данилова. И сразу следом за ним зеленый ВЛ-10У с коротеньким грузовым поездом. А пока я жду следующий поезд. Небольшая реклама. Приходите на сайт railgallery.ru. Крупнейшая галерея с базой данных подвижного состава. Куда вы можете загружать в том числе и свои фотографии. Ждем вас. Ссылочка в описании. Там есть английская версия. Приходите. А теперь встречайте пассажирский поезд Архангельск-Москва. Он проделывает почти 1000 километров за примерно 20 часов. И от Данилова он едет с электровозом ЧС-7 318 сегодня. Это машина из последней партии 1997 года выпуска. А всего их построено, я напоминаю, 321 штука. КОНЕЦ КОНЕЦ Это был еще один коломенский электровоз ЭП-2К с поездом номер 67 Абакан-Москва. Этот поезд в пути целых 3 дня и 3 часа. И проезжает он 4380 километров. А теперь вопрос к знатокам. Что в странном зеленом вагоне? Пишите ваше предположение в комментариях. Последний поезд, который я вам сегодня покажу, это Дневной экспресс Ярославль-Москва. Он преодолевает 250 километров за 3 часа 20 минут. И при этом его водят только электровозы ЧС-7. Дело в том, что современные локомотивы ЭП-2К не способны выдержать этот дикий график. Этому поезду нужно быстро разгоняться и быстро ехать. Ну а чешские электровозы прекрасно справляются с таким режимом движения. А это была моя рубрика «Просто поезда». В комментариях вы можете задать любые вопросы о поездах, которые я вам показал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, смотрите вот эти видосы. А также покупайте у меня крутые сувенирные кружки, чтобы поддержать деятельность моего канала. До новых встреч и спасибо вам за просмотр.